Я читаю место Священного Писания, записано Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих. Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих, где записаны такие слова. Христос говорит, огонь пришел я не звезд на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. В этом году у нас была конференция служителей в Майкопе. На этой конференции был первый заместитель председателя Российского Союза ЕХБ, Игнатенков Виктор Владимирович. Я его очень давно знаю, хороший брат. Он проповедь говорил, и знаете, в своей проповеди он сказал такие слова, что у нас очень хорошее братство, но нам чего-то не хватает. Вы знаете, я подумал, о, наконец-таки я услышал правду, наконец-таки я услышал то, что я должен услышать. Я прекрасно сам это понимал, но никто никогда об этом не говорил. Все старались приукрасить, все старались сказать, что все хорошо, все нормально, все хорошо. Нет, вы знаете, все, да, на самом деле хорошо. У нас хорошие церкви, да, но чего-то не хватает. У нас хорошие пасторы, служители, но чего-то не хватает. Знаете, у нас есть хорошие проповедники, которые слушаешь, да, все правильно, хорошо, но вот-вот чего-то не хватает, чтобы зацепило за душу, чтобы она вот туда до сердца достала. У нас хорошие есть хоры, хорошие певцы, музыканты, регенты. Все хорошо, понимаете, все отлично, все хорошо, но нам чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Знаете, у нас хорошие члены церкви, хорошая церковь, хорошая молодежь, хорошие семьи, хорошие дедушки, хорошие бабушки, так или нет? Но чего-то не хватает. Вот мне кажется, чего-то не хватает. Я не знаю, вы это ощущаете или нет, но мне кажется, что на самом деле чего-то было такого, чтобы, знаете, вот чтобы что-то загорелось, чтобы зацепило, чтобы мы не просто послушали, не просто сказали, ну да, в принципе, да, хорошо, не просто получили порцию знания, не просто как бы, ну, увидели друг друга и узнали, как дела и пошли домой. Знаете, мне кажется, что нам нужно что-то такое, чтобы затронуло наше сердце, чтобы оно достало до глубины души, чтобы нам сказали, вот это то, что мне надо. Да, знаете, Иисус Христос сказал, смотрите, огонь пришел, я неизвест на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Знаете, Он сказал, пришел на землю, неизвест огонь, это не в почву земли, да, а на землю это о чем речь идет, да? Жителям земли, то есть все жители земли, Он хотел, чтобы горели этим огнем. Он говорит, я пришел, неизвест на землю, огонь пришел, я неизвест на землю, и как хотел бы, чтобы он уже возгорелся. Он пришел, неизвест этот огонь на каждую церковь, на каждого пастора, на каждого проповедника, согласны, да, на каждого музыканта, на каждого хориста, на каждого там члена церкви, на каждого, чтобы приходил в доме Божьем, и там или дома находится, каждый человек, который возрожденный свыше, или каждый человек, который жаждет Бога, вообще каждый житель земли должен быть зажжен Божьим огнем, да или нет? Он на землю, то есть все жители земли гарантированы тому, что, как Христос сказал, я пришел вам принести этот огонь с неба. А у меня вопрос, а вот мы с вами здесь находимся, мы с вами получили этот огонь или нет? Вот можете вы вспомнить вот то мгновение, когда вот что-то вот затронуло вашу душу, когда вот этот огонь коснулся вашей души, когда ваше сердце загорелось, когда вы запели, когда, может быть, вы запрыгали от радости. Был такой момент или нет? Я хочу на это обратить внимание, потому что многие говорят, я получил спасение, я получил возрождение свыше, я вот там покаялся, нет, я спрашиваю ни о покаянии, ни о возрождении свыше, ни о чем другом, я спрашиваю, огонь получили или не получили. Потому что многие называют себя возрожденными свыше, многие считают себя спасенными, но знаете, с мутными глазами, с безжизненной такой, знаете, физиономией, и живут, и думают, что это нормально и хорошо. Я говорю об огне, который Иисус Христос принес на землю. Я думаю, можно различить человека, который имеет этот огонь или его не имеет. Можно различить или нет? Можно, конечно. Так вот, смотрите, каждый христианин должен иметь огонь, вот этот огонь Святого Духа, который Иисус Христос принес. Поэтому это лично каждый из нас имеет эту ответственность, лично каждый обязанный. Просто, понимаете, если этого нет, то это нет христианства, нет этого Духа Божьего, нет этого, как сказать, отношения с Богом, потому что этот огонь делает нас другими. Знаете, как мы иногда представляем себе огонь Божий или огонь Духа Святого, знаете? Ну да, мы помните день Пятидесятницы, когда этот огонь, как несущийся сильным ветром в огне, и в шум такой был, что это почил на каждом из них, они были в горнице, а потом вышли наружу, стали проповедовать. То есть они были зажжены этим огнем. Это было действие такого серьезного влияния Божия. Это не просто они получили там этот огонь, почил на каждом из них, и они сказали, вау, как хорошо, а вот теперь мы здесь будем наслаждаться. Давайте пить чай, давайте песни петь, давайте радоваться. Нет, нет, они вскочили, побежали проповедовать, потому что этот Дух заставлял их это делать. Они не могли спокойно сидеть, потому что Дух Божий зажигает. Мне кажется, что сегодня христиане представляют Дух Божий, вот этот огонь Святого Духа, как камин в доме. А где есть у кого-то камин? Или можете себе представить, камин такое хорошее, прекрасное сооружение, где там эти самые дровишек там подложили, зажгли, и такой мягкий, теплый свет. Это тепло идет, человек после морозного дня заходит, да, там это самое сел, там это ноги протянул к этому огню, так это плед, может быть, накинул, попкорн взял, да, или что там, или чипсы взял. И сидит, греет ножки, говорит, ай, как хорошо. И мы себе представляем, что это вот то христианство, которое должно быть теплое, благословенное такое, знаете, вот комфортное. А я скажу, что нет, нет и нет. Иисус Христос кровь пролил не для того, чтобы мы ноги грели у этого камина. Иисус Христос подставил руки и ноги под гвозди не для того, чтобы создать нам комфорт в нашей жизни, чтобы нам было приятно, уютно, чтобы нам было хорошо, и чтобы мы благодарили Бога за то, что у нас все хорошо. Нет, 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 знаете, я себе немножко так фантазирую и представляю, что этот огонь, который от Бога, если бы он пришел в мой дом, не в виде камина, а в виде пожара, в виде пламя. Наверное, он бы начал спалить бы весь мой дом, вот это все, чего я так сделал со вкусом, во что я вложил свою душу. Красивые занавесочки, он бы спалил бы их, мой подвесной потолок или, как они сейчас делают, да, эти, натяжной бы, он бы спалил бы, поплавил все эти прекрасные наши полы, украшения, все это, вся наша бытовая техника бы покорежилась от пламя его огня. Наша машина в гараже бы вся бы скокожилась бы и сгорела бы синим пламенем. Все, он бы пришел и спалил бы всех наших идолов, все, что мы любим на этой земле, он бы спалил бы своим огнем. Почему? Потому что он хочет, чтобы мы любили его и только его. Он не может делить свою любовь ни с кем другим, и он создает нам другую жизнь. Он пришел спалить нашу старую жизнь, ветхую нашу жизнь. Написано, он там грехи наши сам вознел с телом своим на древо, да, он нашу эту ветхую природу распял на кресте, вот этим огнем сжег ее. Он своим крестными муками просто-напросто ее поразил или вот туда на крест Голгофы. А мы греемся у этого каминчика, мы создаем себе комфортные условия, чтобы нам просто было хорошо. Я себе этого не представляю. Я, ну, вы поняли, когда я говорю о квартире, о доме горящем, я имею в виду наше сердце. Когда он приходит в наше сердце своим огнем, это не для того, чтобы я сказал, вау, как хорошо, как приятно, как все здорово и хорошо. Он пришел спалить, спалить мою старую жизнь. Она должна сгореть в огне святого духа и стать новой совершенно. Знаете, не может такого быть, чтобы вы не заметили этого момента. Вот он пришел, спалил мою ветхое я, а мы не поняли. Спрашивают, брат или сестра, когда у тебя было вот такое состояние? Когда ты вот принял Иисуса Христа в сердце? Когда он вошел в твое сердце? Да знаете, ну как-то это было. Ну, что произошло? Ну, я стал лучше. Да нет, не лучше, я должен стать другим, совершенно другим должен быть. Если этого не происходит, друзья мои, это не то христианство, которое должно быть. Потому что настоящее христианство должно быть, знаете, вот разделено на до и после. Когда мы до Христа и после Христа. Когда мы до Христа, Саввел шел в одну сторону, да, а потом повернулся, пошел в другую сторону. Когда люди делали зло, а потом стали делать добро. Когда они кодили этим ваалом, этим истуканом, а потом стали поклоняться Богу. Он меняет нашу жизнь на противоположное, понимаете? И это должно произойти в каждом из нас. Поэтому Иисус Христос и говорит, я огонь пришел, я не звесь на землю. Как он его не звел? Вы знаете, как он не звел, да? Он пошел, во-первых, в этот мир святой, безгрешный, да? Он пошел в гущу этих вот праведников, так называемых, того времени. В гущу религиозных деятелей. Для того, чтобы изменить это все. Чтобы настроить настоящее поклонение Богу, они не захотели сказать, не надо, у нас все отлажено, все работает. Это не для нас, пожалуйста. Он попытался своих учеников там взять. И вот это только 12 человек. И он их собрал. И эти 12 человек их зажег этим огнем. И это сделал он великое дело. Потому что эти 12 человек, зажженные огнем Святого Духа, пошли по земле. И что? До нас дошли. До нас дошли, потому что этот огонь распространялся и дошел до нас. Друзья мои, я сегодня хотел бы сказать о том, что чего нам сегодня не хватает. Что нам сегодня не хватает? Вот просто подумать и поразмышлять. Вот этот огонь, который должен быть в нашем сердце, может когда-то и был у кого-то. Может когда-то, знаете, зажегся этот огонь, а потом потихонечку суета, забота, семья, дети, работа там. И много-много чего. И потихонечку этот огонь, газ, 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 угасал, угасал. И потом раз, его нету. Ну нету как? Ну никто же не видит. Глянули, да никто не видит. Все нормально. А ну еще проживу день, ну еще месяц проживу, ну еще год проживу. И так мы живем уже с потерянным огнем, с потухшим очагом. Нет, все уже не горит. И нам сегодня срочно надо поправлять светиль. Вы помните притчу о десяти девах? Помните, да? Что там было? Какая проблема была у пяти неразумных? Масло. Так, так. Масло не взяли. И что результат какой был? Не встретили жениха. А почему не встретили жениха? Потому что неразумно, темно было. Нет, там причина есть. То есть... Масло закончилось. Где закончилось? Светильники были не готовы. Речь идет о том, что светильники у них гасли. Там вопрос не масло решался. Главное, огонь должен быть. Светильники должен быть огонь, да? У пяти разумных они доливали масло, взяли запас. И они пошли с горящими светильниками. А эти взяли свои светильники и стали поправлять. А они только стали еще хуже гаснуть. Потому что нету там ничего. Так вот, что это за светильник? Вот так практически в нашей жизни. Что эта притча говорит нам? Или что вот этот пример вот мне сегодня говорит и каждому из нас? Что говорит? Я всегда читал. Ну да, но это в общем надо как-то быть готовым. Что-то надо это. Вы знаете, Бог вот просто мне открыл глаза. Я увидел вот просто откровение от Бога. Смотрите, что написано. Матфея 6 глава 22 стих написано. Сам Иисус Христос сказал, светильник для тела есть око. А что такое око? Глаза. То есть наш светильник это наши глаза, да? Согласна. Так если светильники гаснут, что гаснет? Зрение. Зрение. Духовное зрение. Наши глаза гаснут, да? А если они погасли, то значит глаза погасли. Слушайте, люди, это не то ли сегодня, что нам не хватает. Чтобы горели наши глаза. Нам не нужно сегодня больших великих истин. Мне надо там великое богословие. Нам нужно просто элементарное, чтобы у каждых из нас горели глаза. И когда жених придет, что? Выходите навстречу. Горят светильники. Вот они здесь горят. А когда они потухшие, все. Скажи, отойдите, я не знаю вас. Останься вот там за дверями. Поэтому люди с потухшими глазами сегодня не готовы к встрече Иисуса Христа. Просто элементарно. Смотрите, не надо много мудрствовать. Не надо знать богословия. Не надо там каких-то тайн знать. Просто написано, око должно гореть. Глаза должны гореть. У христианина должны гореть глаза. И Иисус Христос для этого пострадал. Иисус Христос для этого подставил руки, ноги под эти гвозди, чтобы мои глаза загорелись. Сегодня просто нельзя жить с негорящими глазами. Просто это катастрофа нашей жизни, если у нас глаза не горят. Поэтому, знаете, сегодня это очень важно. Почему? Потому что это, знаете, горящие глаза сделают гораздо больше, чем все миссии вместе взятые. Все миссионеры, которые работают, миссии, которые огромные деньги тратят на то, чтобы проповедовать. Сегодня просто горящие глаза сделают гораздо больше. Потому что они проникают в душу. Потому что через них действует Бог. И потому что это живой огонь Святого Духа. Видели когда-нибудь, как трава горит? Да просто-напросто, элементарно. Одна травинка зажигает другую. Одна другую. И пошла, и пошла, и пошла. Потому что горящие глаза, горящие сердца. Знаете, я мечтал о том, чтобы в церкви Бог сам действовал Духом Святым и приводил людей. Чтоб не мы их тащили там, изобретали разные способы, как затащить человека в церковь. А чтоб он сам приводил людей. В Челябинске. Когда мы поехали туда миссионерами для создания новой церкви. Я молился, Господи, здесь давай по-другому будем. Я не хочу таскать людей. Я не хочу их обманывать. Не хочу заманивать. Не хочу им обещать что-то. Только просто сам приводи людей. Я здесь, чтобы их кормить, чтобы им проповедовать. Но ты приводи. Ты, написано, Дух Святой обличит мир о грехе, о правде судит. Ты их обличай. Ты веди их в церковь. И вы знаете, мы видели это чудо. Когда каждое воскресенье по 10-20 человек каялись, выходили на покаяние. Не потому, что мы их тащили. А потому, что было 150-200 человек с горящими глазами, новообращенных. Которые просто шли в свои дома. И они кого не встречали. Они за грудки брали слушать. Знаешь, где я была? Да там церковь. Да там Бог. Они говорят, ты что, сектантка? Да ты такая сектантка. Меня Бог изменил. Говорит. Тебе тоже он нужен. Потому, что тебе тоже нужно менять твою жизнь. Посмотри, как ты живешь. Такие глаза. Да? А что правда? Пойдем. И они уже дома с ней говорят, говорят. А потом, когда уже воскресенье приводит. Это готовый человек покаяться. Потому, что он уже увидел свою просто, как сказать, необходимость в Иисусе Христе. Друзья мои, вот эти глаза так делают. Или один пример я приведу, который я много где приводил. И я еще здесь приведу просто, который я сам знаю. Это такой, ну, просто для меня знаменательный пример. Как одна сестра уверовала. И у нее муж был в КГБ. Работал сотрудник или офицер КГБ. Она уверовала и сказала мужу, что я буду креститься. А он что? Креститься? Зарублю. Зарублю. Показывает топор. Говорит, зарублю. Она туда-сюда. Как быть? Что делать? Пришла к братьям. Братья, вот такая дела. Братья пошли к нему. Стали уговаривать. Ну, что ты? Ну, что ты? Ну, посмотри. Ну, все же хорошо. Зарублю. 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 Ну, сказали, ладно. Она сказала, ладно, рубить? Руби. Ну, я пойду креститься. Она крестилась. Он не зарубил. Но как только пошел на пенсию, пришел в церковь, покаялся и стал детем Божиим. Ему говорят, слушай, ты дорогой. Ну, что ж ты столько кровушки нашей попил? Ну, что ж ты вот это издевался над своей женой? И мы все переживали, молились. Что же это такое? Он говорит, если бы вы знали, что. У него, говорит, глаза светились. Она пришла с покаяния, с вашей церкви. Говорит, у него глаза другие были. Я не мог себе найти покоя. Как она? Она вот имеет это, а я не имею. Мне, говорит, ты как гляну в ней глаза. У меня все внутри переворачиваются. Я тоже этого хочу. Но я не мог себе позволить. Потому что я же офицер советской армии. Да я такой. Это самое. Но как только ушел на пенсию, пошел, склонился перед Богом, чтобы получить этот огонь. Знаете, это заразный огонь. То есть это тот огонь, который заражает других. Это тот огонь, который может передаваться. Не разговоры наши, не нравоучения, а наши горящие глаза. Вот мы с вами молимся о наших сыновьях неверующих, да? О наших дочерях неверующих. О наших мужьях, кто-то о женах, может быть, да? Ну вообще, а кто-то о соседях. Друзья мои, знаете, вот можно молиться сколько угодно, а они придут только тогда, когда увидят наши горящие глаза. Когда увидят в наших глазах вот эту искорку. Когда увидят вот эту божественную искру, которую они просто захотят иметь. Они просто, да не нужны мы им, не нужны там церковь, не нужны попы, как говорится, идти туда к ним. Нет, не пойдем. Им нужно вот это вот огонь Божий, чтобы Бог зажег их сердце. Тогда они пойдут куда угодно за этим огнем, потому что им это нужно. Потому что без этого человеку плохо жить, это трудно жить. Без этого просто невозможно. Знаете, вот эти светящиеся глаза или горящие глаза, они всегда выделяются. Выделяются в толпе, выделяются среди людей. И вот вы с такими горящими глазами пойдите куда угодно. Пойдите в магазин, пойдите там на работу, придите куда-то. Люди сразу видят, говорят, слушай, а ты не баптист ли случайно там? Или еще, я так помню, на работу пришел, сразу первый, я, ты не баптист случайно? Что такое? А как? Я ничего еще не сказал, понимаете, а они видят. Но однажды, знаете, ко мне привели женщину, которая хотела с пастором побеседовать. Ну, я ее провожу в братскую, так улыбаюсь, говорю, заходите, пожалуйста. Она говорит, что он улыбается? Да, говорит, это нормально, это все. Нет, что он улыбается? Я не пойду к нему, потому что он улыбается. И ушла не захотела, потому что для нее улыбка просто выводила ее, она не могла это видеть. Понимаете, скорее всего, что там был какой-то жучок, который не давал ей покоя. Друзья мои, этот огонь просто выжигает, эти духи злобы подниместные, они убегают от этого огня. Они не могут просто, как сказать, сосуществовать с этим огнем внутри нас. Поэтому, если Господь зажигает наши глаза, то все нечистое бежит, и тогда этим огнем он начинает нас, как сказать, внутри, ну, обжигать, или как сказать, ну, то есть, все земное, все мерзкое, все такое, знаете, которое это плотское, он начинает сжигать этим огнем. И оставляет только то чистое, святое, которое перед Богом право. Знаете, и нам тогда легко жить, уже совесть наша чиста, совесть наша не мучает нас, и мы спокойно можем смотреть в глаза друг другу, в глаза Богу, и идти к Нему с открытым сердцем. Друзья мои, вы поняли, это простое, просто слово, которое я хочу сказать. Мы, и то Христос принес огонь, чтобы горели наши глаза. Вот это я всего чего хочу сказать. Просто зажечь наши глаза пришел. Не надо много мудрств, не надо много чего там поднимать, а просто вот это. Наше окко должно гореть. Поэтому сейчас мы с вами будем молиться. Друзья мои, я хочу, чтобы наши общения были практичными. Не просто послушать, что-то новое узнали, а потом пойдете и скажете, да, вот интересно, я что-то узнал или что-то узнала. Нет, давайте сегодня просто-напросто перед этим Богом просмотрим наше сердце, горит ли у меня мое сердце, горит ли оно. Вот просто, вот есть ли вот этот вот, вот внутри у меня там бурлит что-то, или я такой, знаете, да, мне все равно. Знаете, все равно не может быть, потому что скоро-скоро придет Христос. Вот мы уже говорили о том, что время говорит о том, что скоро время церкви закончится, что-то, что-то будет. Смотрите, мы уже стоим на грани того, что глады, моры, землетрясения уже по местам и все. И скоро станет так, что Бог может нас вообще разделить по одному. И нам вот это нужно вот иметь. И тогда вот с этим огнем можно быть и сидеть там где-то в своей, как бы сказать, отдельной комнате, и имея это отношение с Богом. И тогда непрестанно можно иметь этот контакт с Богом, потому что будет чем иметь. А если в сердце пусто, а если нет огня, то, извините, это просто обнаружится моя несостоятельность, мое, знаете, такое христианство, как его назвать, внешнее или видимое только христианство, или внешность только христианская, а внутри пусто. Поэтому я сегодня приглашаю к молитве каждого из нас. Давайте мы проверим вот наше сердце, Господи, горит ли сердце. Помните, те два человека в Эмалу шли, говорит, не горело ли у нас сердце, когда он объяснял нам Писание. Так вот, 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 есть этот огонь, который горит в нас, или уже давно потух. Если он потух, друзья мои, вот прямо сегодня, сейчас давайте помолимся Богу. Хотите выйти сюда вперед, персонально за вас помолюсь. Нет, давайте с места, давайте просто все вместе помолимся, как хотите. Но нам нужно сегодня помолиться о том, чтобы он вот снова зажег наше сердце. Если, может быть, никто, вернее, кто-то, может быть, вообще никогда не имел вот этого счастья, вот, чтобы он зажег сердце, ну, давайте выходите сюда. Надо просто-напросто покаяться, сказать, Господь, прости за то, что я до сих пор жил без этого. Я хочу, чтобы ты сегодня вошел в мое сердце и зажег его своим огнем. Все, мы сегодня с вами помолитесь, вы уйдете самым счастливым человеком. Я уверен, что следующее воскресенье я посмотрю в ваши глаза, и они будут совсем другие. Другие, другие. Вы встанете с молитвы уже другими, потому что Бог меняет нас, просто кардинально меняет. Друзья мои, кто-то хочет, может, обновить свое покаяние. Кто-то хочет, может быть, чтобы Бог дал что-то вот такое, коснулся сердца наше. Давайте в нашей молитве просто встанем и скажем ему об этом. Пусть он нас благословит в этом. Аминь.